добрый вечер у нас в израиле в этом случае глава быху кутай окончание книги воикра окончание книги воикра и тут нужно кстати перед тем мы начнем обсуждать то что я хочу сегодня поговорить нужно немножко напомнить что такое книга воикра книга воикра называется еще турат коганим то есть законы коинов или это книга святости сэферах душа то есть принципе это книга святости которая затрагивает разные разные аспекты святости чтобы народ узнали был народом святым и реализовал свою задачу как святой народ и действительно то есть в принципе наша неельная глава скажем так закрывает синайское то что называется синайский союз между всевышним и народом израиля который начался естественно с дарования тора на горы синай и заключение союза потом он перешел к перечислению разных законов и так далее и в принципе заканчивается в нашей недельной главе вот этим вот описанием скажем так мамат бархот векларот то есть вот это вот описание благословений и прохлять и вроде бы то есть не вроде бы то что можно увидеть что этот союз и те частности которые его окружают они в конце концов делают очень простую вещь они прокладывают и показывают дорогу как народ израиля превращается мамлехит коганин в игойка душ то есть как они порой народ израиля превращается в царство священников и народ святой причем абсолютно с разных аспектов как и в частном аспекте как человек лично становится таким также и в общем общественном аспекте то есть на национальном уровне также на фон на уровне связи между богом и народом и также между на на уровне то есть нашей скажем так задачи в этом мире быть светом народом то есть и все это то есть как бы раскрывать все эти вечера то есть прокладывается не дороги то есть дорога начинает с тогда со всеми законами и до нашей головы и действительно в нашей голове скажем так можно сказать слова то расскажу подводит так итог подытоживает следующий фраза следующим стихом то есть нашей недельной голове который звучит так вот постановление и законы и наставление который снил господь между собою и сынами израиля на горе синай через муша или на иврите или аху ким ва мишпатим дэгатуро ашер натан ашем бийновы дне исэль дэгар синай бияд муши три части у этого стихи у стиха есть ху ким мишпатим то рот то есть да как на русский постановление законы наставление но лучше всего это помнить на иврите потому что буду объяснять с точки зрения ивритского ху ким это по постановление мишпатим законы то рот наставление слова тура это легород то есть постанавливать наставить наставлять учить чему-либо учение правильный больше перевод и в принципе вот эти вот три аспекта которые говорятся в стихе который в итоговом стихе они являются ничем и на иным как три столпа три основы для строения именно вот этой вот народа святого и вот это вот царство священника именно три вот этих вот вещь представляешь хуким то есть законы хука хука обычно это закон который не понятен человеческому разу но кроме всего этого хуки это также скажем так раскрывает в основном даты особые даты которые находятся скажем так в еврейском году праздники и особые даты и так далее и в принципе что это такое это скажем так остановки во времени то есть точки во времени которые которые скажем так мы от свинь то есть снова найти слова на задумался найти слова на русском от слова ли яцев то есть установить то есть укрепить вот эту связь между человеком и богом почему потому что в эти особые дни от народа израиля требуется что от него будут постановления требования прийти в место святости который сберет священник храм и там принести жертвоприношения и приблизиться к всевышнему в этом месте в принципе это происходит и в новомесячье это происходит и в празднике и так далее так далее они тоже называются хуки таким образом через них народ израиля обязан прийти в место в сердце где обитает божественное то есть присутствие и таким образом построить свою связь между ними и богом осветить себя таким образом то есть это первый стол который нас превращает народ святой и раскрывает нашу задачу второе мишпатим это сказано мишпатим законы что они то есть в принципе мишпатима уже видели когда мы даже главе мишпатима не только это в основном законы имущественные а также всевозможные законы постановления государственные как правильно построить должно быть государство еврейское и также законы скажем так жизни в еврейском обществе то есть да всевозможные вещи отношения внутри общества и так далее естественно важность вот этих вот аспект этих законов вы проявляется чем что в книге шмот именно главами шпатим который раскрывается эти аспекты настолько близко к описанию дарования тора то есть синайскому откровению вплоть до того что в конце главы мишпатим после эти законы раскрываются а снова повторяется вот это вот на сэв и нишма то есть сказали то есть и как бы вроде бы закрытия синайского откровения то есть будем делать внимательно но есть очень интересная вещь у нас тут есть два закона которые тоже связаны с мишпатим которые могут очень сильно ярко показать на разницу между законами которые даны обществу еврейскому которые должны быть святым народом и царством священников и между обычными то есть законами глобально это имеется ввиду два закона у на а и ребит они у нас тут появляются у на а что такое у на а это когда я продаю что-то дороже чем она по-настоящему стоит это у на в этом случае то есть я должен вернуть деньги то есть так далее человек которому это сделать ребит это процент запрет брать процент теперь по-настоящему вроде эти два закона они немножко непонятны первое поводу у на а то есть да то что я продаю дороже чем это стоимость рыночная по идее в конце концов да я продал дороже да это этого не стоит с другой стороны человек который купил он знает что он делает и он заплатил дороже это уличные проблемы казалось бы он решил купить и почему этот вид скажем так сделки запрещена тора почему тора требует исправить это почему тора требует отдать деньги человеку второй вопрос по воду процентов чтобы процент процент это в принципе оплата того что я тебе даю в аренду мои деньги принципе тора разрешает сдавать в аренду все что угодно человек имеет право сдать в аренду имущество свое и получить с этого деньги я могу сдать свой дом могу сдать свои инструменты животные и так далее и получать свои деньги и казалось бы почему я не могу то есть деньги принадлежат мне почему я тоже не могу дать в аренду и заработать на них почему тора это запрещает но это с первого взгляда если мы глубже копнем то мы поймем то тора тут нам хочет научить очень важной вещь поезда по поводу не только поэтным законам вообще по отношению юридической системы вообще то есть все системы под ним законов которые раскрываются в торе в отличие от всех других скажем так систем государственных тут наша еврейская система государственная она не пришла устаканить то что называется установить от соотношения и отношения между двумя то есть разными частными лицами внутри общества то есть в обычном государственной системы закона во всем мире для чего они приходят их задача установить чтобы общество работал нормально и установить и узаконить и правильно правильно русло направить отношения между людьми внутри этого общества здесь нет здесь не в этом задача а в чем задача эти задачи эти заповеди пришли для того чтобы раскрыть и показать на нравственные божественные требования которые будут заложены в основы и фундамент общества именно на базе желания всевышнего чтобы мы были святым народом и царством священников то есть для все это требование у него требовать у других народов он для того чтобы на мы развили святостью стали то есть создаваться народом святым нам строится система немножко другая требования планка общественной жизни в нравственном его понятии выше чем друг у других для этого пришел этот закон он а и закон ребит то есть закона у на спекуляции это можно назвать по-русски и ребит естественно то есть к процент теперь это смешно под тем давайте попробуем разобраться с турот турот то есть перевели это как наставление настоящему тоже если правильно переводить то это учение о чем идет что такое того где мы встречаем второе понятие тора я вам скажу за турата хатат зо турата и так далее жертвоприношения жертвоприношения и тут то есть если говорят про жертвоприношения подобно фуким мишпатим то есть да законам и постановления тора скажем так открывает путь человеку и то есть как бы скажем так путь человек который призывается и путь человек который хочет служить всевышнему и в принципе путь человеку который хочет попросить свои просьбы всевышнего или искупить себя перед всевышним за свои прегрешения это то что называется жертва с одной стороны но все что мы сейчас говорили по идее пока затрагивает что то что называется основном общественная жизнь до обычно то есть в основном государственную общественную жизнь то есть как бы не лично и у нас тут раши который в начале нашей главы имбаху кутай тилеху то есть да если законами вы будете идти учит у нас очень важную вещь по поводу личной жизни человеку то есть каждого еврея говорит раши имбаху кутай тилеху то есть яхоль за кьюма митсвот он это если законы мои поделать как понять эту фразу говорит рамбам то есть можно что будет соблюдать заповеди нет почему потому что сказано в этом цвотай пешмиру то есть до заповеди мои соблюдаете то есть исполнение заповедей было сказано прямым текстом это не имеется ввиду соблюдение заповедей что другое о чем это да как я могу выполнить баху кутай тилеху то есть да как я могу выполнить закон законы моими идите что вы будете скажем так прилагать усилия в торе будете вкладывать усилия в торе многие скажем так лекторы и учителя и так далее очень часто заканчивают на вот этом месте и говорят про амаль батурай начинают говорить о важности изучения торы приложение усилий в торе и так далее так далее кстати вещи очень правильно да действительно амаля тура то есть вкладывание усилий в торе изучение тора так далее это огромная еврейская ценность очень важно нету вообще спору ни на минуту но по-настоящему нужно обратить внимание что то что говорит раша дальше не менее важно параши выходит следующий очень важный момент тора призывает нас углубляться в нашем духовном мире как это сделать посредством отдачи наш на нашей отдачи в изучении то есть принципе то что тора просит у нас так объясняет раши это в принципе усилить наши внутренние качества и наши внутренние силы я не зря сказал на предыдущем уроке по рамбаму что недельная голова немного то есть связывает нас с тем что мы учили у рамбома и на восьми главах то есть принципе и она скажем так оттачивает нашу возможность то есть понимание и углубление и усваивание то есть принципе мы все более 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 углубляем наш духовный мир наш интеллектуальный мир и но это происходит не из желания то что называется лишь таши оба мускалов поиграться называется и получить интеллектуальное наслаждение то есть игра интеллекта наслаждение от игры интеллекта не для этого это делается а это именно делается ради нашей обязанности к практике в этом мире то есть мы учим для того чтобы практиковать то есть в принципе глубокий духовный мир раскрывается естественно в скажем так в мире действия которым мы живем то есть это будет раскрываться во всех аспектах которые мы делаем и это то что требует от нас тор и почему потому что одна из важных аспектов внутри царства священия который хочет всевышний то есть мы как каждая отдельная личность должна расширить свой духовный мир так можно для маршин для этого нужно заниматься торой и это обогатит наш мир и он будет выливаться в наши физические действия в этом мире как мы себя будем вести и это в принципе тоже всевышний хочет для того чтобы мы произошли и вроде бы мы могли сказать вот все всевышний нам заканчивает да абсолютно закрытую хорошую систему которая нас сделает скажем так перфект да все шикарно с точки зрения все эти законы то есть да то есть и мы выстраиваем общество которое нужно но тоже здесь не заканчивают книговый экран этом не заканчивается дальше тора продолжает в конце нашей голове приводит еще две заповеди еще две заповеди которые скажем так раскрывает очень интересный факт который связан с той темы про мы сегодня обсуждать вами здесь обсуждать это заповедь арахин то есть в принципе арахин это когда то есть стоимость человека и так далее который берет на себя и должен вместо этого дать деньги в храм то есть он бы и ныдарин обеты арахим они связаны с системой обетов когда человек на себя берет что имеется ввиду обе эти заповеди они не заповеди которые обязывают человека то есть да человек может прожить всю свою жизнь и ни разу эту заповедь не исполнить почему потому что они в принципе не обязательно это же взять на себя что-то большее чем тора заповедовал то есть обед это я беру на себя то чего у меня этого не было арахин то есть когда то есть есть эта вещь которую запросить храм когда я делаю арахин то есть когда я говорю что моя стоимость на мне то я должен принести в храм сумму которая по моему возрасту и так далее полу и должен отдать то храм это тоже по идее в принципе уже сверху гипер это не то что было изначально заповедано таким образом к чему это это к тому что тора нас призывает очень важная вещь то есть базис на вещи что человек не должен ограничиваться только соблюдением то что называется установленной головы и все человек должен быть креативен креативен он должен скажем так быть лизом то есть да он должен быть активным не пассивным исполнителям аллахи и законов а он должен быть активным действием продвигаться очень похоже на то что сказали наши мудрецы в трактате аудазара они сказали то есть казано то есть сказано то вим дуда и дуда их миянь то есть да говорится швомо ши расширим то есть хороши то есть твои то есть это чем вино и что имеется ввиду киата равдиме амар то есть да с пришел амра кнести своя лифная кодж бога рейбоноши уран арывим а ладди врей дуда их и от термия анаш альпура то есть пришел то есть народ израиля сообщество народа израиля перед сегустим стало владыка мира неприятны слова дуда их дуда их в этом случае имеется до мудрецы больше чем вино торы что имеется ввиду человек человек получил от всевышнего уровень выше животных возможность говорить возможно створить и человек да я ручок у всевышний просит у своего народа израиля осветиться и подняться уровнем выше чем то требует простая заповедь требует то есть в принципе подняться над природой быть народ священников и народом святым это не является только соблюдение заповедей законов уставления и наставления поставления так далее но это также освещать мир дальше то есть я освещаю что то что не было освещено я запрещаю делаю запрет на что то что не было запрещено я что такое арахин то есть я освещаю монеты и так далее передавая в храм то что не было то есть в принципе всевышний требует от нас освещать этот мир больше от требовального минимума и развиваться в святости вместе с этим миром это то что то есть в принципе всевышний требует нас еще то есть не закрываться в обязательном минимуме а двигаться развиваться это то чем в принципе закроется и будет работать вот этот вот святой святой народ и царство священников амлехекуаним вегойкадо если мы подведем итог нас выходит на то есть голова бога куда их подытоживает нам синайский то есть союз в принципе то что изначально было сказано всевышним я буду вам богом будете мне народом то есть и всевышний обещает сделать нас народом священников и народом святым как это проявляется в разных аспектах как мы сказали жизни народа общности и так далее плюс в моем частном вещи с одной стороны то есть всевозможные аспекты где имею соотношение с богом где развиваю правильное общество подымающиеся где раскрываются более глубокие нравственные качества общества они только вот обязательны для того чтобы устроить жизнь внутри общества и к этому прочим всего я развиваю себя углублением в торы насыщением торы которая развивает и перекачивается то есть в мой мое поведение развитие в этом мире то есть мир осветился и кроме всего прочего я должен не останавливаться на обязательном минимуме а продолжать освещать этот мир больше быть активным быть реактивным быть развивающим это то что где опровещает в конце концов нас и как народ и как каждого из нас народом святым вот на этом мы сегодня закончим то есть вот эту вот идею которую я хотел донести я выключаю на этом запись всего хорошего послушал записи до новых встреч мы заканчиваем закончили книгу ваекра вы раташе начнем книгу бамид бар может хоть хазак хазак ванит хазы